Как тебя зовут? Салам Ашурмамадов Сколько тебе лет? 20 Твой вид деятельности? Футболист профессиональный Твоя роль на футбольном поле? Атакующем плане играю, а так центральный полузащитник и левый атакующий полузащитник Как ты попал в Broke Boys? Был отбор, я поехал на просмотр, получается, и меня заметили и взяли Райзен и Артем Хачетверен Как ты узнал об отборе в Broke Boys? Мне написал один мой очень хороший друг, Self L Он сказал, что поедешь, медиалига, скоро будет топ уровень, поэтому ты должен поехать Ладно, окей, я поехал И меня взяли Если бы не Broke, то что? Я думаю, наверное, с учетом того, что если взять, что у меня нет гражданства Я бы нашел еще другие команды медиалиги временно И после того, как я... Ну, у меня сейчас свое гражданство в процессе И после того, как я получил гражданство, я бы поехал в профессиональные команды Так, я думаю, в медиалиге я бы попробовал либо в МКЛ, либо в Тудроц Дорогие друзья, я знаю, что вы это хорошо знаете, но я должен вам напомнить Что нашим неизменным спонсором является лучшая легальная букмекерская компания в России Bad Boom! У них высокие коэффициенты множества спортивных событий И что самое важное, у них лучшая медийная футбольная команда Broke Boys А вы соратники этой лучшей медийной футбольной команды И специально для вас наши соратники Есть ссылка в закрепленном комментарии, по которой вы переходите, регистрируетесь И получаете бонус на первый депозит до 10 тысяч Bad Boom! Открой игру! Самый счастливый день в Broke? День, когда мы выиграли Drot Это самая сильная команда, это самая топовая команда в медиалиге И когда мы их обыграли, я прям почувствовал кайф Кайф, и получил кайф, удовольствие от футбола Среди столько болельщиков приехало Еще было очень приятно, очень удивительно Слушай, для меня, если честно, я такой человек Для меня каждый день это счастье Когда ты просыпаешься, когда у тебя ничего не болит Когда ты здоровый человек Это всегда счастье Это я так считаю Нужно всегда благодарить жизнь за то, что она тебе дает И тогда у тебя еще будет больше Самый грустный день в Broke? Это когда мы проиграли Амкалу по обулеталите Когда ничего не получалось, когда мы очень плохо играли Когда вообще, понимаешь, вот когда вот Бывают дни, когда ты просыпаешься, и у тебя ничего не получается Вот был такой день, самый худший Я считаю так Любимый персонаж в Broke? В Broke я бы выделил в последнее время Чипи Энт Коса Который очень круто разговаривает на камеру Вот Ну и кого еще? Ну, Шина выделяется в последнее время хорошо Потому что начал забивать, начал хорошо играть И на камеру очень круто разговаривает Мне нравится Лучший футболист в Broke, бойся? На мой взгляд, на данный момент является Илья Мазуров Потому что он очень сильно тащил нашу команду Я выбираю и Мазуру Он мне очень нравится Кто впечатлил тебя в Broke Boys больше всех? Я считаю, что это Артем Хачатурян Потому что он проделал большую работу Он собрал столько ребят хороших С которыми можно поиграть в футбол Я же в конце приехал в команду В последний день То есть, как можно сказать По-профессиональному меня подписали в последний день И я не ожидал, что настолько хороших футбиков он, так сказать, подпишет Поэтому я считаю, что Артем Хачатурян тоже проделал хорошую работу Главный соперник Broke Boys? Главный соперник Broke Boys – это Амкал Но не считая Амкал, я думаю, 8 июля все решится И вы сами знаете, это кто И я думаю, что эта игра многое дает Если мы побеждаем, то мы являемся непобедимыми в этом году И выходим в финал Поэтому я считаю, что это Тудроц Лучший футболист в медиафутболе? Ну, мне больше всех нравится Комис Который играет в Титане Который сейчас недавно в Тудроц перешел Потому что Комис В МФЛ-2 я с ним играл Это очень умный футболист Я считаю, что это Дебрюни в АПЛ А Комис в МФЛ Главное разочарование за твое пребывание в Брок Это когда мы в МФЛ-2 вылетели Мы играли против очень слабого соперника Не в обиду, конечно По-моему, это деньги были, да? И мы проиграли им Прямо здесь у себя на стадионе 1-0 Это было очень обидно Очень Очень-очень неприятно Потому что мы по ходу сезона Всех обыгрывали Все было идеально Все нормально Мы думали, что сейчас выйдем И выиграем деньги Но, к сожалению, мы проиграли Я считаю, что это был Огромный провал Самый памятный момент Самый памятный момент Это когда Я помню, был момент Это, по-моему, мы играли с Сахалинцем Я побежал И Не прочитала как-то игру И Звездин начал матом ругаться И потом я это в ролике увидел Тут немного не успевай Блядь, ну раньше прочитай Ебантьяй, блядь Простите Ну, я понимаю, что эмоции нормально Я к этому хорошо отношусь Потому что у меня еще были такие тренера Которые всегда ругались матом Поэтому нормально Вот это был самым Таким, ну Неожиданным моментом для меня Был, потому что, ну Игорь Сергеевич для меня Очень такой Хорошим, добрым человеком Ну, он и так добрый Просто он на эмоциях такое сказал Я не буду говорить, что он сказал Но Но вот это был самый такой момент Потом еще ребята скидывали Что там был мат Вот Вот это для меня самый памятный момент Момент, за который тебе стыдно? Это когда мы обыграли Сахалинец И я начал там вкидывать на камеру Нас никто не верил Но мы это сделали Мы лучшая команда Ждите нас в четверть финале Ёбки То, что Нас никто не верил Мы это сделали Вот этот момент Я думаю, что все это помнят И Ну, было такое Помню, что когда Когда эмоции уже прошли В раздевалке Мне показали Ну, было как-то Ну, неловко себя начал чувствовать Твой лучший матч? Ну, я считаю, что С дротами Когда мы их обыграли Да, с дротами Когда мы их обыграли Я дал грибью передачу И мы забили гол Лучшее, что есть в медиафутболе? Охваты, просмотры Когда на тебя очень много зрителей смотрят Выглядывают И это очень приятно Когда приезжают на матчи болельщики Это тоже очень приятно Это очень влияет На команду и в целом Чего не хватает в медиафутболу? Я считаю, что если бы позвать еще Ну, пару игроков из РПЛ Просто подвигаться Или еще там поболеть Я думаю, еще более интересно будет И будут охватов Тем более будет охватов больше И болельщиков тоже будет больше Поэтому не только там Джеки и Соболев Я хочу, чтобы еще другие Другие футболисты команды РПЛ Создавали свою команду И тогда еще будет приятнее Чего не должно быть в медиафутболе? Я считаю, что профиков Должно быть меньше в медиафутболе И больше звезд, которые играют Если это взять Потому что сейчас это Сейчас медиалига Это как вторая лига По сути Многие команды Поэтому я считаю, что Если убрать профиков И чтобы играли только звезды Ну, не только Там 4-5 человек То вообще будет идеально Ты медийный? Если взять по статусу Сейчас являюсь медийным игроком Да А так Ну, я медийный почему? Потому что меня вызвали в сборную Это Ну, типа тоже охват Тоже хайп Я считаю, что да Я являюсь медийным человеком Что ты приобрел благодаря медиафутболу? Хайп Болельщиков Теперь и в России меня знают Я слышал Это очень приятно на самом деле Но уже пора в профессиональную команду Уже нужно двигаться дальше Тебя начали на родине больше обсуждать? И после моего вызова в сборную Когда меня вызвали в основную команду То да Очень много хейта было с их стороны И также положительных моментов Тоже очень много было Когда меня вызвали И было на самом деле очень приятно А благодаря медиафутболу? Я думаю, что Это не очень повлияло, если честно Потому что я же ездил на матчи Сборной, молодежной Поэтому Вызвали за это Но матчи Броков Они пару матчей смотрели Это много, да Наблюдали В России тебя начали узнавать? В России, да Бывали даже такие моменты Когда Ты ездишь в метро И на тебя смотрят Говорят Ты броук Типа в броукбой сыграешь Это очень приятно на самом деле Очень Ну как-то Чувствуешь себя Ну Как-то себя чувствуешь Такой звездой Понял? Почему ты уезжаешь? Слушай, нужно всегда Принимать новые вызовы Новые возможности Моя мечта Это всегда играть в Европе Это моя мечта Это была С детства была мечта Чтобы играть в Европе Это всегда очень приятно И я надеюсь И я надеюсь, что Искренне надеюсь И очень верю Что я попаду Наконец-таки В европейскую команду И там буду двигаться Кого бы ты забрал с собой С брокер? Хороший вопрос Ну, друга своего забрал бы Который со мной живет Который всегда в смарте И всегда там занимается реабилитацией Я бы его забрал Вы знаете, это кто? Как он будет жить без смарта в Португалии? Ну, там медицина хорошая Я думаю, что он потянет Ты скучаешь по родине? Да, если честно, скучаю Уже сколько уже здесь Хотелось бы обратно поехать Но сейчас не могу Нужно Нужно мечту превратить в реальность Только тогда уехать в отпуск К родителям Как происходит твое общение С родителями сейчас? Слушай, мы каждый день общаемся Они меня поддерживают Они, что бы я ни говорил Они мне дают хорошие советы Куда двигаться, что делать Папа тоже, бывший футболист Разбирается в футболе Поэтому дает какие-то советы И это мне помогает Двигаться дальше и расти Родители одобрили то, что ты играл в медиафутболе? Ну, поначалу, да Опять же, у меня проблема была с гражданством Поэтому сказали, что пока двигаться Чтобы форму не терять Вот так получилось, что остался И вот сейчас Слава богу, одобрили визу И нужно двигаться дальше Как твоя семья относится к Брокбос? Они всегда смотрят наши матчи Всегда болеют Всегда критикуют Если кто-то там ошибается И сейчас говорят Почему так случилось? Что с ними не так? Они всегда болеют искренне на нас Включают по телеку, ютубу И смотрят болеть за нас Что является твоим главным недостатком? Слушай, ну у всех бывают В этой жизни недостатки Я считаю, что Это когда Я вовремя не даю передачи Это вот мой большой недостаток Когда я очень много беру на себя И я думаю, что Если это убрать Вот эту привычку Каждый раз Лезть В дриблинг Я считаю, что Можно заиграть В профессиональном футболе Как бы ты Исправил этот недостаток? У меня еще будет Много тренеров Которые подскажут мне И Я Я еще молодой Мне еще учиться и учиться Тренироваться Тренироваться Работается Я считаю, что со временем Со временем это все придет Твоя главная мечта Это? Услышать гимн Лиги чемпионов И играть В Лиге чемпионов Когда ты выходишь на поле Ты? Не думаю ни о чем И делаю свою работу Больше всего Ты ценишь в спорте? Дисциплина Это самое главное Без дисциплины Я считаю, что ничего не получится Твой девиз по жизни? В любом случае Никогда не сдаваться И двигаться дальше Если не футбол, то? Я бы, наверное, не занимался спортом Так, чисто для себя И Я бы, наверное, стал доктором Или еще чем-то Ну, я считаю так Потому что Родители мне советовали Стать стоматологом Поэтому я бы стал, наверное, стоматологом Ты рад, что тебе не дали визу И тебе пришлось провести Третий МФЛ с Брокова? Слушай, я на самом деле Не ожидал, что все так будет круто В первые дни я был в дизморале Когда еще не тренировался И как только объявили, что Пока еще не дали тебе визу Мне было максимально грустно И только тогда Когда я начал приступать к тренировкам Я начал с Броками Там жить, тренироваться, играть Я Мне это очень сильно понравилось И на самом деле Я рад Я рад, что остался в команде И помог Как ты думаешь, ты вернешься в Россию? Я не знаю Это Со временем Это Жизнь покажет Что к чему и куда Я надеюсь, что со временем Все будет Понятно Как ты думаешь, мы тебя увидим еще в Брок? Ну Если я буду в России В Москве То я думаю, да Приеду На матч Болеть А играть? А играть Я не знаю Дай бог, если у меня будет профессиональный контракт Я думаю, что нет Продолжи фразу Через год Броки будут Чемпионами МФЛ Через год Медиафутбол будет Еще лучше Через год ты будешь Сильнее, мощнее Быстрее Лучшим игроком Португалии И продолжим последнюю фразу Нас не сломать Мы и так поломаны Хотел бы поблагодарить Каждого в команде Кто мне помогал И в том числе И болельщиков В общем Всех хотел поблагодарить Начиная Там с директора клуба С президента клуба И Игоря Сергеевича За то, что он мне помог Развиваться Реализовать От каждого тренера Чуточку получаешь Какого-то опыта Я тоже получил от Сергеевича Хотел бы поблагодарить Ребят за то, что меня приняли Хорошо в команду И у нас такой хороший коллектив был Поэтому я надеюсь, что еще мы Встретимся, увидимся И все будет идеально Дай бог И у вас тоже все будет хорошо И наконец-таки Вы в следующем году Заберете МФЛ МФЛ-4 будет наш Нас не сломать Мы и так поломаны